Россия подарила миру множество гениальных писателей, которыми мы не устанем восхищаться. Среди них особое место занимают создатели произведений для детей. Необходимо чрезвычайное мастерство, чтобы донести до юных читателей глубокий смысл. Басни Льва Николаевича Толстого «Мудрость для детей». Лев и осел Пошел раз лев на охоту и взял с собой осла и сказал ему, «Ты зайди, осел, в лес и кричи, что есть мочи, у тебя горло просторно. Какие звери от этого крика пустятся бежать, я тех поймаю». Так и сделал. Осел кричал, а звери бежали куда попало, и лев ловил их. После ловли лев сказал ослу, «Ну, хвалю тебя, ты хорошо!» кричал. И с тех пор осел все кричит, все ждет, чтобы его хвалили. Стрекоза и муравьи Осенью у муравьев подмокла пшеница. Они ее сушили. Голодная стрекоза попросила у них корму. Муравьи сказали, «Что ж ты летом не собрала корму?» Она сказала, «Не досуг было, песни пела». Они засмеялись и говорят, «Если летом играла, зимой пляши». Орел и лисица Орел ухватил у лисицы лисенка и хотел унесть. Лисица стала просить, чтобы он пожалел ее. Орел не пожалел ее. Он подумал, «Что она мне сделает? Гнездо у меня высоко на сосне, она не достанет до меня». И унес лисенка. Лисица побежала в поле, достала у людей головешку с огнем и принесла под сосну. Она хотела зажигать сосну, но Орел стал просить прощения и принес ей назад лисенка. Заяц Бежал заяц от собак и ушел в лес. В лесу ему хорошо было, да уж много он страху набрался и хотел еще лучше спрятаться. Стал искать, где поглуше место и полез в чащу во враге и наскочил на волка. Волк схватил его. «Видно, правда», — подумал заяц, «что от добра добра искать не надо. Хотел лучше спрятаться и вовсе пропал. Волк и коза». Волк видит, коза пасется на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться. Он ей и говорит, «Пошла бы ты вниз, тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще». А коза и говорит, «Не затем ты, волк, меня вниз зовешь, ты не об моем, а о своем корме хлопочешь». Лев и мышь. Лев спал. Мышь пробежала ему по телу. Он проснулся и поймал ее. Мышь стала просить, чтобы он пустил ее. Она сказала, «Если ты меня пустишь, и я тебе добро сделаю». Лев засмеялся, что мышь обещает ему добро сделать, и пустил ее. Потом охотники поймали льва и привязали веревкой к дереву. Мышь услыхала львиный рев, прибежала, перегрызла веревку и сказала, «Помнишь, ты смеялся, не думал, чтобы я могла тебе добро сделать? А теперь, видишь, бывает и от мышки добро». Два товарища Шли по лесу два товарища. И выскочил на них медведь. Один бросился бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было ему нечего. Он упал наземь и притворился мертвым. Медведь подошел к нему и стал нюхать. Он и дышать перестал. Медведь понюхал ему в лицо, подумал, что мертвый, и отошел. Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется. «Ну что, — говорит, — медведь тебе на ухо говорил. А он сказал мне, что плохие люди те, которые в опасности от товарищей убегают». Мы познакомились с баснями Льва Николаевича Толстого. Басни Толстого живые, поучительные и понятные каждому. Они близки, они заставляют что-то в душе откликаться и меняться. Мораль Толстого всегда понятна детям, и это важно. Ведь никому не хочется быть глупым, смешным, неуважительным, трусливым. Порой эти качества так часто встречаются и в нас, современных людях. Так что басни Толстого остаются актуальными и в наше время.